Продолжение следует... 32 жители Санкт-Петербурга, 46 жителей Ленинградской области, еще 34 человека из других регионов Российской Федерации, в том числе из Новгородской, Псковской областей, из Смоленска, из Республики Карелия, из Красноярска, 4 жителя Украины и один житель Республики Беларусь. Со всеми родственниками установлена связь, со всеми идет работа. Штаб, как вы видите, работает. Сейчас, сегодня проводится поквартирный обход семей погибших в городе Санкт-Петербурге. И для того, чтобы уточнить все вопросы о том, какая необходима им помощь, и оказать эту помощь, естественно, сразу же. Мною принято решение о продлении траурных дней еще на два дня, на понедельник и на вторник, на второй и на третье число ноября. Я хочу сказать, что мы сейчас прорабатываем вопрос. Я думаю, завтра мы окончательно решение примем и будет соответствующее постановление правительства города Санкт-Петербурга об оказании материальной помощи всем семьям погибших. Причем мы планируем эту помощь оказать независимо от того, жители ли это Санкт-Петербурга или других регионов, или других стран. Потому что они сегодня объединены все вот этим страшным событием. И делить на наших и не наших мы не собираемся. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто принимает самое непосредственное участие в помощи, в помощи семьям погибших и в помощи в работе штаба нашего оперативного, в том числе и руководство гостиницы, в которой мы находимся. Здесь они предоставили бесплатно номера всем иногородним, всем, кто приезжает сюда из других регионов Российской Федерации, из других стран. Активно нам помогают представители малого, среднего бизнеса, в том числе и питанием, и водой, и так далее. То есть, понимаете, мне кажется, это очень важно, вот эта беда, она в очередной раз показала, что мы вместе и в радостях, и в горе. И очень приятно, что многие люди сегодня действительно искренне сопереживают и стараются максимально помочь все, чем могут. И тому свидетельством, например, является вот это огромное море цветов, которые люди несут в аэропорт Пулково. И, кстати, хочу вам сказать, что в других регионах нашей страны, в том числе и в городе Москве сейчас представители Санкт-Петербурга приходят москвичи, несут цветы, высказывают славособолезнования всем петербуржцам и, естественно, в первую очередь, семьям погибших. У вас что-то известно о компенсации? Я уже об этом вам сказал, надо внимательно было слушать. Завтра мы примем решение о конкретной компенсации со стороны города Санкт-Петербурга. Представь, процедура опознания будет осуществляться в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса. Она будет проводиться на территории Крематория, на Шахировском проспекте. Все подготовлено там. Сегодня там был Игорь Николаевич, руководитель штаба. Все проверено. Проводится дополнительная еще работа для того, чтобы обеспечить максимальные условия для работы следователей и для проведения опознания. Что касается доставки тел погибших в другие регионы, то эта работа будет проводиться в индивидуальном порядке, естественно, с участием членов нашего штаба и с учетом пожеланий семей погибших. Еще один вопрос. Вы знаете, это решение должны принимать в первую очередь родственники погибших. Поэтому сейчас в процессе по квартирному обходу, который проводится в каждом районе нашего города, в том числе и уточняется вопрос о предпочтении родственников, где бы они хотели захоронить погибших. Либо на тех кладбищах, где у них уже похоронены другие родственники, либо изъявят желание о выделении какого-то общего места для общего захоронения. И исходя из пожеланий семей погибших, мы и будем принимать решение. И, во всяком случае, возможности для выделения отдельного места под захоронение погибших в этой авиакатастрофе у города имеются. И мы готовы здесь пойти навстречу таким пожеланием. Еще один короткий вопрос. Если пункты установлены на реальной доске, если будут здесь похоронены, то есть это будет право организации. Вы знаете, пока такой инициативы ни от кого не поступало, будет такая инициатива, она будет рассмотрена в соответствии с действующим законодательством. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо.